ВОЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ Академия ВОЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИИ ИМЕНИ КИРОВА Здесь все вокруг пропитано духом медицины, таинственный, захватывающий и очень живой. Ярчайшие медицинские открытия были сделаны здесь. Здесь знаменитые ученые Павлов, Пирогов, Боткин, вот так же, как я, сейчас, возможно, спускались именно по этой лестнице. Кстати говоря, в Петербурге в честь каждого из них названо по улице. Доподлинно неизвестно, каков рецепт, чтобы стать одним из таких мастеров, но точно ясно, с чего стоит начинать. Добро пожаловать в Военно-Медицинскую Академию. Военно-Медицинская Академия и Санкт-Петербург – такие же неразрывные понятия, как развод мостов и Белые ночи. Сам Петр I в 1715 году на Выборгской стороне принял участие в закладке Адмиралтейского госпиталя, который с того времени рос и расширял свои сферы врачебных практик. Система подготовки офицерских кадров для вооруженных сил нашей страны прошла путь длиною более двух веков. В прошлом году Академия отмечила 216 лет. Официальной датой образования Академии считается 18 декабря 1798 года. Тогда император Павел I подписал указ об учреждении при главных госпиталях специального здания для врачебного училища и учебных театров. После Академия была названа медико-хирургической, а в 1808 году император Александр I даровал ей право называться Императорской. Итак, что нужно сделать для того, чтобы стать хорошим военным врачом? Для того, чтобы стать не просто хорошим, а одним из лучших военных врачей, нужно поступить в военно-медицинскую академию. Здесь, на учебной базе Академии в Красном Селе, проходят вступительные испытания те, кто хочет стать военными врачами, а требования к будущим курсантам высокие. Во-первых, необходимо быть годным по состоянию здоровья. Во-вторых, пройти профессионально-психологический отбор. Ну и, в-третьих, сдать нормативы по физподготовке. Для юноши это бег на 3 километра и 100 метровка плюс подтягивания, но для девушек попроще. Наклоны вперед, километр бегом и тоже 100 метровка. Чтобы изначально военно-медицинская академия вас вызвала на территорию нашего учебного центра в Красном Селе, вам необходимо собрать личное дело в военкомате. В настоящий момент очень большой конкурс со стороны девушек и парней, желающих поступить в военно-медицинскую академию. У девушек около 42 человек на место, что является достаточно весомым признаком того, что женщины хотят служить в вооруженных силах Российской Федерации. После приказа о зачислении будущим военным врачам предстоит пройти курс молодого бойца. 31 августа, после окончания курса молодого бойца, все абитуриенты приглашаются в военно-медицинскую академию, где в парке состоится торжественное мероприятие «Присяга вооруженных сил Российской Федерации», по итогам которого абитуриент имеет право носить с честью и достоинством погоны курсанта. Когда начинается новый учебный год, курсанты говорят «понеслись боевые будни». Здесь в академии есть все для того, чтобы из курсанта сделать медика. И не просто медика, а медико-практика. В академии 63 кафедры, 34 из которых имеют собственную клиническую базу, где практически 7 тысяч сотрудников обеспечивают организацию и проведение учебного процесса. Самое современное лабораторное оборудование на кафедрах химии и клинической биохимии позволяет проводить сложнейшие исследования, а также вести работу по созданию новых методов и программ диагностики. Например, на одном из аппаратов можно сделать биохимический анализ крови по 30 параметрам. Другое оборудование определяет такие параметры, как свертываемость крови, предрасположенность к онкологическим заболеваниям, выявляет показатели периферической крови по 33 компонентам, в том числе значение гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов. Надо научиться накладывать швы или попрактиковаться делать проколы? В симуляционном центре академии для этого есть специальные тренажеры. Здесь же в учебной реанимации находятся уникальные роботы-манекены — ребенок и взрослый. Оператор за компьютером задает роботам параметры серьезного клинического случая, а курсанты должны моментально придумать, как не дать роботу умереть. Живи, терминатор! Это здание кафедры нормальной физиологии. Здесь в 60-е годы 19 века Иван Сеченов создал первую в России научную физиологическую школу. Стал отцом русской физиологии. С его 10-летним периодом работы в академии связаны главные научные достижения. Например, здесь он впервые рассказал о растворении СО2 в крови и других жидкостях. Эти открытия позже легли в основу авиационной и водолазной физиологии. Именно изученные им механизмы взаимодействия человека и окружающей среды в 40-е были реализованы при создании кибернетики. Мы в лекционном зале кафедры нормальной физиологии. Когда здесь читал свои лекции Сеченов, в аудитории был не протолкнуться. Здесь последователь Сеченова, первый российский нобелевский лауреат Иван Павлов, занимался изучением функций главных пищеварительных желез. И здесь же показывал свои опыты на собаках. Кафедра нормальной анатомии – одна из старейших в Академии. Была основана в 1798 году. Ею руководил профессор Загорский, который организовал здесь анатомический театр – вскрытие и препарирование на лекциях. Традиции новаторства живы на кафедре и по сей день. Здесь есть огромная коллекция учебных экспонатов частей человеческого тела. На ощупь они пластмассовые, но это самые настоящие части тел. Они выполнены по уникальной технологии профессора Гайворонского, заведующего кафедрой. Полимерная пластмасса вытесняет влагу из ткани, сохраняя цвет, форму и эластичность. С помощью таких препаратов, как они называются по-научному, студенты могут узнать, как проходят нервы в руке и как устроены мышцы лица. Все военные вузы города каждый год 9 мая отправляют своих лучших фурсантов на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы. В этом году в честь 70-летия Великой Победы курсанты Академии были одеты не только в парадные мундиры, но и в историческую форму. Ни на один день за весь период Отечественной войны не прекращалась образовательная и научная деятельность Академии, эвакуированной на три года в город Самарканд. Приобретенный за годы Великой Отечественной войны опыт послужил основой для стремительного развития военной медицины. Научные исследования и достижения сотрудников военно-медицинской академии неоценимо повлияли на развитие здравоохранения в середине XX века. Сегодня Академия по-прежнему крупнейшее в стране военно-медицинское учреждение, которое не перестает совершенствоваться в соответствии с требованиями времени. Курсантов учат тому, как стать профессионалом, настоящим военным врачом, который умеет пользоваться новейшими достижениями науки и техники и при этом всегда готов к любым экстренным ситуациям, в которых важна каждая секунда. Каждый день курсантов полностью посвящен обучению. Профессиональные навыки они получают и на теоретических лекциях, и на практических занятиях, и в клиниках в условиях реального лечебно-профилактического процесса. Еще и физическая подготовка будущих военных врачей требует многочасовых тренировок. Времени на отдых у курсантов почти нет. Хорошо, что на решение бытовых вопросов им оно и не требуется. Живут будущие военные медики в только что построенных корпусах, обеспеченные всем необходимым формой, едой. В общем, чистота и военный порядок. Если вы курсант военно-медицинской академии имени Кирова, то будьте готовы каждый год проходить военно-полевую подготовку. Да-да, каждый год курсантов академии отправляют на учебную базу для участия в тактико-специальном военно-медицинском учении под названием «Очак». Только благодаря такому практическому опыту можно научиться быстро развертывать медицинские подразделения, эвакуировать раненых в условиях массового потока, научиться оперировать прямо на месте. Кстати, все это и отличает военного врача от гражданского. Вот на этом плацу каждый год выпускаются новые военные врачи. Мероприятие, конечно, очень трогательное, но вместе с тем и торжественное. Кто-то продолжает дальнейшее обучение в академии, остается в интернатуре, ординатуре, в адюнктуре, а кто-то преклоняет по традиции колено и прощается со своей альма-матер. Жизнь раскидает выпускников академии по разным местам, и в таком составе они больше уже не встретятся никогда. Министром обороны определены прерогативы и этапы развития военно-медицинской академии. Составлена программа развития нашей академии до 2020 года. По окончании этой программы мы должны получить лучший в нашей стране и в мире медицинский вуз по подготовке медицинских кадров для вооруженных сил нашей страны. Ежегодно академия дарит миру новых военных медиков, которые самоотверженно спасают людей в горячих точках, изучают новые болезни и способы их диагностики. Николай Пирогов говорил, будущее за предохранительной медициной, которая, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству. И мы с вами это сейчас наблюдаем. А еще Пирогов говорил, только тот познал истину, кто внимательно изучал природу, человека и мир вокруг себя. На этом я, Александр Мальчий, военно-медицинская академия, прощаемся с вами. И желаем вам здоровья и неиссякаемой тяги к знаниям.